Это видео является переводом зарубежной аналитики. Видео такого рода мы обычно выкладываем на канале CryptoCommons 2.0. Подпишитесь на канал CryptoCommons 2.0, чтобы не пропускать подобные видео. Приятного просмотра! Привет всем и добро пожаловать на еженедельный отчет GlassNode для недели 35. Я ваш ведущий CheckMate и мы записываем это 31 августа 2021. Мы находимся в студии GlassNode. Мы смотрим на 35 неделю. И что мы видим, это то, что цены вошли в фазу консолидации. Мы видели 5-недельный рост цены и сейчас цена акклиматизируется. Находит твердую почву у себя под ногами на этой высоте. И тестирует, есть ли достаточно поддержки, чтобы удерживать цены здесь. Здесь нарастить уровень. Может быть мы пойдем выше или уйдем в коррекцию вниз. Рынок пытается найти свой путь и консолидирует биткоин в области от 46,5 тысяч до 50 с небольшим. Эфир находится в очень похожей ситуации и находит вот эту новую цену в районе от 3000 до 3300. Мы посмотрим на кое-что, что мы называем ончейн поддержкой. То, на что мы смотрим с этой метрикой, реализованное распределение цены. Эта метрика смотрит на все монеты в сети и показывает, какова была цена, когда они последний раз были перемещены. И это то, что мы называем реализованной ценой для конкретной монеты. И на что мы смотрим, то же самое, что и объемы в техническом анализе. Мы ищем кластеры, где много монет было аккумулировано на определенной цене. Как мы можем видеть, это доисторические данные. То есть предыдущий пик цикла рынка, 20 тысяч долларов. Все монеты, которые были перемещены до этого уровня в 20 тысяч, все забрались в кластер вот тут. Вы видите, он довольно значительный. У нас есть еще три дополнительных кластера. Первый вот здесь, это недавняя зона консолидации между 30 и 40 тысячами. Внутри этой зоны практически 3 миллиона монет. У 2,9 миллиона биткоинов ценовой базис сейчас находится в этой предыдущей области консолидации. Мы сейчас сидим внутри второго кластера, внутри которого примерно 1,6 миллиона биткоинов. И это в области от 45 тысяч до 50. Это указывает на то, что под нами очень большая зона аккумуляции. Достаточно людей решило, что это хорошая зона для аккумуляции. И это, в общем, составляет некоторую зону поддержки. И также в нынешней зоне. Мы всегда можем пробиться под эту поддержку. И, возможно, это может стать сопротивлением. Об этом надо помнить. Но в то же время это указывает на то, что есть спрос и интерес в этой зоне. И также есть еще один кластер выше, в котором немного меньше, 1,3 миллиона биткоинов. И это в районе капитализации в триллион долларов. 53 тысячи плюс. И это все держатели, которые не продали свои монеты, купили около all-time high, пережили всю волатильность, которая была последние несколько месяцев, и не вышли. Что мы видим, это то, что вот этот кластер был гораздо больше. Некоторые монеты были потрачены вот тут, в потере, были потрачены тут, в потере. И те монеты, которые остались, это те, кто пережили волатильность. Так что вероятность того, что они станут долгосрочными держателями, увеличивается. Это то, что мы сейчас видим. Три разных кластера. Люди, которые сейчас под водой. И, скорее всего, готовы держать. И две зоны, которые отображают две большие зоны аккумуляции. И они начинают выходить на похожий уровень с тем, что мы видели в прошлом цикле. Это указывает на изменение цены актива и на то, где вступает аккумуляция. Подобным образом, если мы смотрим на метрики SOPR, у нас открыты они для биткоина и для эфира. Вы можете заметить, что оранжевый для биткоина и голубой для эфира, просто для простоты. Что SOPR показывает? Это вот эти высокие пики показывают, что реализуются прибыли. Есть две вещи, которые мы хотим здесь видеть. Давайте приблизимся к нынешним временам. Что SOPR говорит нам? Это то, что по мере движения цены наверх, больше людей фиксируют прибыли. Из-за того, что цена смогла прорваться сквозь это, это указывает на то, что рынок готов впитать эти продажи. Рынок может реализовать эти траты. Некоторые люди продают, забирают прибыль. Инвесторы, которые купили просадку, забирают что-то со стола. И рынок готов это впитать. Это относительно хороший признак. Еще один хороший признак в том, что мы смогли подняться над единицей. И это указывает на то, что рынок реализует прибыли, а не потери в целом. Это касается обоих активов. И в то же время мы видим, что на графике биткоина значение откатывается на единицу и потом восстанавливается. И это очень хороший признак. Это показывает, что в целом люди не выходят в убыток, не продают в панике. И показывает, что люди, которые держат прибыльные монеты, предпочитают держать свои монеты, когда метрика падает на единицу. Они вместо этого покупают просадку. В целом это показывает довольно мощную аккумуляцию. Если мы пробьемся под единицу и останемся там, мы можем вернуться в зону, похожую на ту, которая у нас только что была. Капитуляция, страх и паника. Это видно на обоих активах. Но если мы сможем удержаться над единицей и продолжить эти отскоки-откаты, отскоки-откаты, это в целом будет позитивным признаком. Теперь мы перейдем на ончейн-активность. Здесь у нас очень интересная дивергенция. Это видно по обоим активам. Здесь видно, что происходило на пике. Это смотрит на активные адреса. Это на активные пользователи. Один ходлер, одна биржа, могут владеть несколькими адресами. Поэтому это дистиллированная версия активных адресов. Адреса, суммированные в пользователей. И мы также видим активные адреса по эфиру. И что мы можем видеть, что по отношению к пику, к максимуму бычьего рынка, все эти метрики относительно ниже. Они ниже на 25-30% от того места, где мы были на пике бычьего рынка. Это говорит о том, что даже учитывая, что цены вернулись на значение не такое далекое от All-Time High, объем активности, не достиг такого же масштаба. Это говорит нам, что большинство транзакций, которые происходят, это скорее всего люди, которые готовы терпеть волатильность. Люди, которые вступили как ритейл, на хаях. Некоторые из них, скорее всего, вышли из рынка во время этой коррекции, и они еще не вернулись. Вы можете посмотреть на Google Тренды, чтобы подтвердить, что это очень похожий паттерн. Обычно, когда у нас есть хайп и волнение, мы видим, что транзакции на цепи следуют этому хайпу. А на данный момент это отображает ситуацию, очень похожую на последние стадии медвежьего рынка, когда у нас умные деньги, люди, которые долго в пространстве, люди, которые являются постоянными покупателями этих активов, склонны быть людьми, которые остаются. Еще один медвежий момент в том, что это может указывать на то, что может произойти спад в спросе. Это не указывает на определенное направление, но определенно рассказывает нам историю, кое-что зачем надо следить. Но за этим всем надо следить в контексте всей информации. Мы не можем смотреть только на это и говорить, что активность упала, следовательно, все медвежье. Мы должны смотреть, что происходит с предложением и что происходит с людьми, которые совершают транзакции и остались в сети. Мы можем видеть, что число транзакций рассказывает похожую историю. Биткоин оказался на пике примерно в январе для обоих этих метрик, и эфир потом догнал в мае. То есть была ротация денежных средств, как обычно происходит в циклах рынка. И опять же, обе эти метрики сильно спустились, обе примерно на 30%. Теперь, что же происходит с инвесторами, которые остались в системе? Есть, очевидно, люди, которые держатся за свои монеты, и они также вносят свою лепту в снижение ончейно-активности. Удержание — это тоже форма использования. Актив действует как средство сбережения на долгосрок. Так что это нам говорит? Что мы видим в общем рынке людей, которые в системе? У нас есть две метрики. У нас есть биткоин слева и эфир справа. Есть две метрики, которые являются очень общей картиной. Мы смотрим на ходл-волны, которые раскладывают на категории все монеты, все 18 и 7 миллионов биткоинов. Они раскладываются на категории по возрасту. Самые молодые внизу, красные цвета, один день, одна неделя, один месяц, до 10, 5, 7 лет в темных, фиолетовых и голубых цветах. Что мы здесь ищем? Это две вещи. Мы хотим увидеть для монет, которые в системе, какова их аккумуляция, остаются ли умные деньги. По мере того, как все меньше монет, которые были старыми, многолетними монетами, тратятся, и когда они тратятся, они становятся сначала одночасовой, потом 24-часовой и так далее. Во времена аккумуляции мы увидим снижение молодых монет. Эти оранжевые и красные ленты становятся все меньше и меньше и меньше по отношению к общему предложению. И это также значит, и мы это можем видеть в этих желтых лентах, мы можем видеть, что они начинают увеличиваться. Это показывает, что монеты мигрируют из однонедельных в месячные, из месячных в трехмесячные ленты. И когда они пересекают границу в шесть месяцев, вот где мы начинаем понимать, что статистически говоря, вероятность того, что они будут потрачены, снижается. Итак, чем старше монета, тем меньше она перемещалась, и тем более вероятно, что она останется в бездействии. И мы видим это и в биткоине, и также, заметьте, подобный же расклад в эфире. У нас есть этот спад в красных зонах, и это указывает, что монеты мигрируют из молодых лент. в более старые. И это, кстати, хороший предмет для изучения. Вы можете заметить эту ступеньку на графике эфира. Это похоже на большой объем эфира, который переместился, и он стареет, перемещается из красных лент в желтые. Итак, мы наблюдаем, в общем, ходлинг поведения, и мы видим, что доминация в монетах, которые перемещаются в холодные хранилища, и там остаются. И этот тренд виден и в биткоине, и в эфире. И в плане биткоина, когда мы смотрим на объем монет, которые сейчас держатся долгосрочными держателями, он приближается к all-time high. Это указывает на то, что очень большая часть предложения, залочено долгосрочными держателями, кто действительно сейчас, после всей этой волатильности, то есть, 6 месяцев назад мы формировали эту вершину на 60 тысячах, они видели коррекцию в 50%, они видели восстановление, и они все еще не переместили свои монеты. И это говорит нам кое-что об инвесторском сантименте и структуре рынка в целом. И просто для финала посмотрим на эти пару метрик. Первое — это живучесть. Концепт живучести. И я советую зайти на Glass Node Academy. У нас есть прекрасное видео по живучести. Но в целом, на что смотрит метрика? На каждую монету, которая находится в предложении, она аккумулирует один монета-день. Один биткоин будет аккумулировать один монета-день за день и таким же образом для эфира. Мы смотрим, когда в целом по системе больше монета-дней накапливается или больше монета-дней уничтожается. Когда монета тратится, мы считаем продолжительность жизни разрушенной, после чего монета должна заново начать аккумулировать монета-дней. Что делает живучесть? Она смотрит на общую картину. Видим ли мы, как больше монет-дней накапливается? Происходит больше бездействия и ходлинга? Или наоборот, нисходящий тренд указывает на то, что у нас есть аккумуляция и ходлинг. Больше бездействия накапливается в системе, больше монет не двигается, чем тратится. И мы видим этот нисходящий тренд. И заметьте, что это появляется во время медвежьего рынка и на входе в первую фазу бычьего рынка. Это указывает на аккумуляцию умных денег и то же самое мы видим на графике эфира. Когда мы видим восходящий тренд, как мы видели в первой части 2021-го, это показывает, что много монет-дней, накопленных монет-дней, уничтожается. И это указывает на то, что умные деньги, люди, которые держали монеты несколько лет, попросту распределяют и фиксируют прибыль. И мы видели то же самое для эфира. Немного со сдвигом в районе пика в январе, эфир начал двигаться наверх. И чем круче подъем, тем больше траты, чем круче спуск, тем больше аккумуляции ходлинга. заметьте, как оба актива теперь заново вошли со своих пиков, заново вошли в нисходящий тренд и накопительное поведение. Так что мы видим, как большое число этих монет перемещаются в бездействие. Сеть в целом предпочитает ходлинг и бездействие. В общем, это подтверждает то, что мы видели в ходл-волнах, то, что большое число монет мигрирует из состояния молодых в более старое. И что также важно заметить, это число адресов с ненулевым балансом, что в целом хороший признак для аккумуляции. Биткоин собирается пробиться через All-Time High. Это показывает число адресов, на которых есть сколько-то биткоинов. Эфир пробил All-Time High. Оба актива сейчас находятся практически или на All-Time High количество адресов с ненулевым балансом. Итак, мы наблюдаем рост этой метрики. И это в целом позитивный признак. У нас есть этот ровный рост людей, которые аккумулируют. У нас также есть признаки в возрастных лентах. Мы наблюдаем аккумуляцию и ходлинг. И это в целом показывает, что динамика предложения довольно здоровая. И аккумуляция все еще является общей нормой, предпочтением людей, которые остались. спасибо за просмотр. Если вы хотите больше такого контента, подписывайтесь на CryptoCommons и всем профита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин